Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В правила дорожного движения внесли изменения проезда колец. У светофора появилась новая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом белого цвета, а самокаты официально признали транспортным средством и урегулировали правила передвижения на них. Как с начала марта изменились ПДД, выяснила Светлана Кудрявцева. С марта изменились правила дорожного движения и появились новые дорожные знаки. Например, у некоторых светофоров теперь есть новая секция в виде силуэта пешехода и стрелки с мигающим сигналом белолунного цвета. Секция дает водителю сигнал, что на переходе за поворотом могут идти пешеходы, для которых горит зеленый свет. В Самаре такие светофоры работают уже несколько месяцев в качестве эксперимента, а с марта нововведение распространяется на все регионы страны. С начала весны внесли изменения в правила проезда перекрестков с круговым движением. Если раньше на кольце главными были все, то теперь подчеркивается, что главный тот, у кого есть соответствующий знак или сигнал светофора. В 2017 году было принято решение о том, что все кольца являются главными. Но опять же, интенсивность движения по разным дорогам разная, пропускная способность разная. Так или иначе, перед некоторыми кольцами стояли знаки приоритета. Это какие? Это уступие дорогу или главная дорога? Нынешняя редакция просто подтвердила, убрала положение о том, что кольцо всегда главное. И нужно ориентироваться в первую очередь на знаки приоритета. Если перед кольцом расположены светофоры, нужно руководствоваться сигналами светофоров. По большому счету, принципиально ничего не изменилось. За неправильный выезд с кругового перекрестка водителя могут привлечь к ответственности по статье КОАП и оштрафовать на 500 рублей. В правилах дорожного движения теперь появилось понятие средства индивидуальной мобильности. Это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и подобные устройства. Для водителей таких транспортных средств разработали целый свод правил. Им разрешено двигаться со скоростью не более 25 км в час. Установлено ограничение, связанное с тем, что такие средства должны, если они ездят по пешеходным дорожкам, они не должны весить более 35 кг. Это ответ законодателя на участившиеся случаи различных аварий с участием пешеходов и вот таких вот самокатов, когда тяжеленные эти электросамокаты, люди на них сбивают пешеходов, и пешеходы получают очень серьезные травмы. И также устанавливается приоритет пешеходов при учете правил дорожного движения, что пешеходы имеют приоритет по сравнению с подобными средствами передвижения. Водители средства индивидуальной мобильности не должны иметь для управления водительских прав. И эксперты пока затрудняются сказать, как именно будет организован контроль за нарушителями-самокатчиками. Не представляю, как будет отслеживаться и контролироваться этот процесс. Дело в том, что через месяц-полтора у нас на наших дорогах, на тротуарах, появится очень большое количество электросамокатов. И не все лица, которые будут управлять этими транспортными средствами, знают правила дорожного движения. И это беда. Сотрудник ГАИ может остановить, зафиксировать нарушение. А какое скорость? Каким образом сотрудник ГАИ будет измерять скорость? Радаром? Как измерять массу самоката, тоже пока непонятно. Зато инспектор ГИБДД может направить самокатчиков на медосвидетельствование, если заподозрит, что водитель употреблял спиртное. Кстати, процедуру освидетельствования водителя и с начала марта разрешено проводить на месте. Основаниями могут служить характерный запах, нарушение речи, неустойчивость тела, резкое изменение цвета лица или поведения, несоответствующее обстановке. Освидетельствование можно проводить без понятых, но с видеозаписью. Вступили в силу и новые ограничения для водителей, пассажирских перевозок и таксистов. Эти правила касаются как граждан Российской Федерации, так и работников из ближнего зарубежья. Они обязаны будут предоставить справку об отсутствии судимости по данным категориям дел своему работодателю до 1 сентября 2023 года. Если такая справка предоставлена не будет, то эти граждане подлежат безусловному увольнению, то есть это является причиной для расторжения с ними трудового договора. И более того, эти правила касаются не только граждан, уже имеющих судимость, но и тех, в отношении которых идет производство по уголовному делу. С начала весны водители могут предъявлять все документы в электронном виде. Это права, СТС, полис ОСАГО и другие. Исключительно в бумажном виде нужно иметь только временное разрешение на управление транспортным средством, лицензионную карточку и карточку допуска на транспортное средство для международных перевозок. Светлана Кудрявцева, Григорий Пелешаков, События. АвтоВАЗ подвел итоги работы за прошлый год. Одним из ключевых решений, которое повлияло на работу предприятия, стало его возвращение в государственную собственность. В условиях разрыва логистических цепочек АвтоВАЗ совместно с российскими поставщиками смог заместить более 200 позиций, компонентов и материалов, заблокированных к поставке. С августа прошлого года автосборочный комплекс заводов Тольятти перешел на режим шестидневной рабочей недели. В связи с этим на предприятие принимались новые сотрудники. Глава завода Максим Соколов добавил, что одно из эффективных и стратегических решений коснулось переноса производства автомобилей «Лада Веста» нового поколения на Тольяттинскую площадку. Уже в октябре, благодаря сплоченной работе команды АвтоВАЗа, были сварены первые кузова на линии в Тольятти, а в ноябре состоялась первая сборка в рамках подготовки производства. Совсем недавно начался предсерийный выпуск «Лада Веста НГ» и в ближайшие дни запустят серийное производство автомобилей. Напомню, завод планирует выпустить более 400 тысяч автомобилей. К концу 2022 года темп производства на двух основных линиях составил 24 тысячи единиц в месяц. Это позволило удовлетворить спрос. Всего было продано 188 тысяч 645 автомобилей. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». Все работы, включая те, что выполняют на инженерных и транспортных коммуникациях, постоянно контролируются. 27 февраля возобновили движение трамваев по линии, переустроенной в районе перекрестка улиц Галактионовской и Красноармейской. Перекладка была необходима для продолжения строительства метро и производства работ в рамках следующего этапа. При этом нужно обеспечить стабильное транспортное сообщение. Метро в крупном мегаполисе – самый быстрый и надежный вид транспорта. Эксперты убеждены, что после открытия станции «Театральная» пассажиропоток в подземке увеличится минимум на 15%. В этом году капитальный ремонт подвижного состава продолжится. Уже более половины парка привели в порядок. После капремонта срок службы вагонов продлили еще на 15 лет. При необходимости муниципальное предприятие «Самарский метрополитен» сможет обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут. Для этого потребуется выход большего количества составов, а значит и машинистов нужно будет больше. Этой весной планируется набрать целую группу для обучения. В дальнейшем после открытия «Театральной» машинисты будут работать и на новом участке линии метрополитена. После ввода в эксплуатацию последней станции первой ветки добраться из отдаленных районов до исторического и культурного центра «Самары» можно будет быстро и комфортно. Метро – это такой довольно быстрый и довольно удобный способ передвижения, который, конечно же, соединяет старую часть, историческую часть города с новыми районами. Во многом, я думаю, это может помочь в передвижениях жителей города, тем более к таким важным объектам, как театры. Безболезненно, быстро, а главное – эффективно. В онкологический диспансер поступил новый аппарат для проведения лучевой терапии – линейный ускоритель. Он позволяет лечить опухоли разных локализаций и обеспечивает высокую точность подведения дозы. Все о новинке узнала Виктория Шарея. 23-летний Андрей Меркулов уверен, когда лечение проводят такие опытные специалисты, да еще и на самом современном оборудовании, в будущее можно смотреть с оптимизмом. Недавно ему поставили диагноз – лимфома Ходжшкина. Это опухолевое заболевание лимфатических узлов. Лечение назначили на новом аппарате. Нужно пройти курс из 18 процедур. В онкологический диспансер Андрей приезжает ежедневно, рассказывает, процесс безболезненный и не занимает много времени. Не больше 10 минут. То есть я пришел, зашел, раз-раз и все. Это никак не ощущается вообще. Ощущаются только последствия положительные. Знаете, меня очень удивило в целом то, что у нас существуют такие технологичные аппараты. И в целом, что есть возможность у нас на таком лечиться. Аппарат закупили на средства нацпроекта здравоохранения. Установили в конце прошлого года. А сейчас на нем лечат первых пациентов. Процедуры на нем производятся быстрее, чем на других аппаратах. Он просто в обращении. И позволяет лечить опухоли разных локаций – головы, шеи, легких, пищевода, предстательной железы и почек. Во-первых, это аппарат с отвлекодно-энергенизирующим излучением, в отличие от других аппаратов. Аппарат тоннельного типа. То есть вы видите, что он похож на аппарат КТ или МРТ. На этом аппарате он предназначен в первую очередь для того, чтобы реализовывать подвижные методики облучения. То есть это самые современные методики лучевой терапии. Уникальность аппарата в том, что он позволяет обеспечить высокую точность подведения дозы. Лечение на нем возможно только под визуальным контролем. Производится аппарат в России. На сегодняшний день это единственная подобная разработка. Аппарат тоннельного типа. Вообще на рынок в мире это было представлено в 2017 году. И сразу просто прорывной какой-то рост пользователей. На вооружении врачей-онкологического диспансера пять линейных ускорителей. Но этот первый в регионе аппарат тоннельного типа. Самочувствие пациентов после лечения зависит от объема облучения. При больших дозах могут быть сонливость, тошнота. При небольшом облучении пациент не испытывает никакого дискомфорта. Виктория Шарой, Константин Головин. События. В России предложили запустить ипотеку на новостройки под 5% без использования бюджетных средств. Такие рекомендации комитет Госдумы по строительству и ЖКХ направил в Минстрой, Центробанк и правительство. Как эту инициативу оценивают эксперты, выяснила Светлана Кудрявцева. В России до середины 2024 года льготная ставка по ипотеке составляет 8%. Чтобы сделать жилье доступнее, парламентарии предлагают запустить программу кредитования под 5% без использования бюджетных средств. Предполагается, что Центробанк будет предоставлять кредиты банкам под залог ранее выданных ипотечных портфелей под 2% годовых. А наценка финансовых организаций составит 2-3%. Итого, конечная ставка для гражданина будет не выше 5%. На первый взгляд, идея неплохая. Она позволит поддержать строительную индустрию и обеспечить доступные механизмы для граждан, говорят эксперты. Но в то же время у инициативы есть ряд подводных камней. Сам механизм финансирования этой ипотеки предполагает кредиты от коммерческих банков, которые в свою очередь фондируются средствами Банка России под залог ранее выданной ипотеки. Соответственно, если в ситуации экономической и социальной нестабильности ухудшается качество той самой ранее выданной ипотеки, соответственно, будет ухудшаться и залоговое обеспечение той новой ипотеки, которая будет выдана под вот эту льготную ставку. Это очень важный момент. Второй момент связан с процентными рисками. Дело в том, что ипотечные кредиты, они долгосрочные. Не исключено, что в среднесрочной перспективе ставки по ипотеке, рыночные ставки, они будут расти. Соответственно, фиксируя долгосрочную процентную ставку на уровне 5% или даже 7%, могут возникать процентные риски. А главная проблема в том, что низкие процентные ставки по ипотеке могут привести к росту цен на рынки новостроек. И тогда никакой выгоды покупатель не почувствует. Тенденции на рынки жилья таковы, что вторичный рынок жилья будет, скорее всего, стагнировать, а может быть, цены будут снижаться еще в ближайшие полтора-два года. А первичный рынок жилья, скорее всего, цены тоже будут стоять на месте. Но если запустить очень много льготных ипотечных программ, субсидируемых, то возникает ситуация, когда этот жилищный рынок будет искусственно подогреваться. То есть цены на первичное жилье могут расти, в то время как у населения денег не прибавляется. Отсюда возникает риск того, что действительно льготная ставка по ипотеке, она не снизит ежемесячный платеж по ипотечным кредитам за счет того, что подорожает само жилье. По мнению эксперта, программы поддержки ипотечников должны быть адресными, а не всеобщими. И в этой связи инициатива нуждается в дополнительной проработке. Светлана Кудрявцева, События. Общественный совет при управлении Федеральной службы исполнения наказаний России по Самарской области посетил исправительную женскую колонию номер 15, чтобы передать книги в библиотеку, находящуюся на территории учреждения. Также члены общественного совета посетили текстильное производство, дом ребенка и реабилитационный центр «Аврора». Подробности встречи у нашей съемочной группы. Помощь в социализации и реабилитации. Члены общественного совета при УФСИ на России по Самарской области привезли в женскую колонию номер 15 около 300 книг о способах ведения хозяйства, истории, об актуальных профессиях. Общественники регулярно приезжают в места лишения свободы, чтобы проверить, в каких условиях находятся заключенные, узнать, в чем они нуждаются и организовать поддержку. Хочется подчеркнуть, что наша работа системная, сегодняшнее посещение, оно в принципе как раз о том, что мы, во-первых, реализуем запросы наших девчат, и второе, мы, конечно, стараемся максимально их обеспечить, интересной, познавательной, а самое главное, полезной информацией, для того, чтобы выйдя на свободу, они могли найти свое место безболезненным. Члены общественного совета посетили дом ребенка, расположенный на территории колонии, чтобы передать сладкие подарки и детские книги. Следующей точкой стал реабилитационный центр «Аврора». Находимся в знаковом таком месте, он для Самары и для всей исполнительной системы, это реабилитационный центр «Аврора», где у нас заключенные перед выходом социализируются именно на сегодняшний день. С ними работают здесь психологи, социологи, здесь особые условия содержания. Попадают осужденные за полгода до УДО, условно-досрочного освобождения. Соответственно, распорядок дня у нас такой же, как и у всех осужденных. Здесь более комфортабельные условия, приближенные к домашним условиям, ну, чтобы мы привыкали уже к домашней обстановке. В женской справедительной колонии номер 15 располагается также крупный цех текстильного производства, и его не оставили без внимания. Здесь осужденные женщины трудятся на благо военных, находящихся в зоне СВО. Мы шьем утепленные костюмы летние для участников СВО. У многих девочек там находятся родственники, и мы за них переживаем и понимаем, насколько мы ответственно должны относиться к костюмам. Члены общественного совета при УФСИ на России планируют продолжать оказывать помощь и поддержку людям, находящимся в местах лишения свободы. Ведь начинать жизнь с чистого листа бывает очень непросто. Александра Гусева, Константин Головин. События. Хочется легкого, светлого, нежного. Спектакль под таким названием по мотивам творчества Эльдара Рязанова прошел в театре «Самарская площадь». В зрительном зале члены общественных организаций «Самары» и люди с ограниченными возможностями здоровья. Показ приурочен сразу к двум праздникам – 23 февраля и 8 марта. Подробности в нашем сюжете. Директор театра «Самарская площадь» Наталья Носова рассказывает, этого спектакля не было бы, если бы в труппу не пришла концертмейстер, педагог по вокалу Анна Добротворцева. Театр с ней сотрудничает уже несколько лет. Она ставила «Кавказский меловой круг», спектакли «Чужая жена» и «Иллюзии». Теперь, когда Добротворцева оказалась в штате, у нее появилось больше возможностей распевать актеров, заниматься с ними вокалом. Так появилась постановка по мотивам творчества Эльдара Рязанова. Мы все знаем и любим его фильмы, но мало кто знает его поэзию. Поэзия у него была лирическая, философская, отчасти даже грустная, как он сам шутил. Что весь свой юмор я растратил в кино. Хочется светлого, тонкого, нежного. В названии постановки используются цитаты и стихов Рязанова. Спектакль был поставлен в прошлом году к юбилею знаменитого режиссера. Потом его доработали и сегодня он предстал перед публикой в обновленном виде. В зале члены общественных организаций «Самары» – люди с ограниченными возможностями здоровья. Спектакль музыкальный, очень жизнеутверждающий, очень светлый. И артисты, которые будут выступать, молодые артисты, музыкальные артисты, то есть это будет праздник. Я считаю, что подарок, который делает театр нашим зрителям – это очень хороший подарок. Для людей с ограниченными возможностями каждый такой выход – это по-настоящему великое событие и праздник. И благодаря таким социальным партнерам, как театр «Самарская площадь», жизнь людей становится наполненной яркими культурными событиями и радостным содержанием. Спектакль войдет в постоянный репертуар театра, увидеть его смогут все желающие. Виктория Шара и Николай Сидоров, События. Хоть профессия музыканта и не ассоциируется с героизмом, история говорит об обратном. Какую роль играет творчество в военном деле? Как рождались знаменитые музыкальные и стихотворные произведения в период военного времени? Выяснила Александра Гусева. За долгие годы вальс на сопках Маньчжурии, написанный капельмейстером прославленного Макшанского полка Ильей Шатровым, успел стать неофициальным музыкальным символом Самары. Впервые он прозвучал на Волжской земле 24 апреля 1908 года. Военный оркестр Макшанского полка прошел бок о бок с солдатами десятки боев, оказывая моральную поддержку. В Самаре бережно хранят память о храбрости военных оркестров. Традиционный фестиваль на сопках Маньчжурии тому подтверждение. На сегодняшний день, как и в былые времена, оркестр играет не последнюю роль в повседневной жизни армии. Вообще основная задача оркестра по-прежнему остается обеспечение служебно-творческой деятельности части. У нас очень большое количество личного состава, как военнослужащих, так и гражданского персонала, для которых надо проводить и концертную деятельность, обеспечивать прохождение торжественным маршем. В частях это все присутствует. Элементарно, каждое утро мы играем государственный гимн Российской Федерации, поднимается флаг. В этом году военно-оркестровой службе Вооруженных сил Российской Федерации исполнилось 102 года. Но первые упоминания о музыкантах в рядах военных относятся еще ко временам царства Ивана Грозного. Тогда их основной задачей была подача звуковых сигналов войску в случае приближения врагов к городу. Ну и конечно, как и современные военные оркестры, они отбивали ритм, помогающий армии двигаться синхронно. Оркестровая музыка – не единственное проявление творчества в армии. До наших дней дошло огромное количество стихов и песен, написанных военными на передовой и в окопах. Например, в Александрийском гусарском полку порядка семи офицеров писали свои стихи. Основной поэт полка – это был Владимир Александрович Петрушевский. Помимо Петрушевского в полку были такие поэты замечательные, как Гумилев. У него осталось огромное количество стихотворений, посвященных именно полку, командиру полка в том числе. Самарцам хорошо известно как и о военных подвигах Александрийский гусар, так и об их творчестве. В 1910 году они были передислоцированы в город на Волге. Большое количество стихов и песен родилось именно на фронте. Посвящались они храбрым товарищам, своему полку и, конечно, родному краю. О славном городе Самары в своих стихах гусары упоминали постоянно. Благодаря работе военно-исторического клуба «Бессмертные гусары» большое количество стихотворных произведений было найдено и представлено широкой публике. Творчество всегда помогало военным поднять боевой дух. Когда началась специальная военная операция, в зону боевых действий отправились и творческие коллективы для оказания моральной помощи бойцам. Самарский ансамбль «Волжские казаки» одним из первых поддержал наших военнослужащих. В местах, где они там проходят смена, отдых, ротация, там мы выступаем. Ну, ребята немножко расслабляются, правильно? Мы привозим, что не только приезжаем с концертами, мы возьмем какие-то им подарки, письма от детей, гуманитарную помощь, какие-то там сладости. Эмоциональная разгрузка у них, естественно, происходит. Это чисто, как сказать, ну, любой психолог скажет, что это правильно. Просто они морально и душевно не отдыхают. Работе о гидбригад в современной России самарские документалисты посвятили фильм «Фронтовая бригада». Творчество – это неисчерпаемый источник энергии. Оно во все времена вдохновляло военнослужащих на подвиги и служило моральной поддержкой. Александра Гусева, Григорий Плешаков. События. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. А вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. В Самаре на улице Ярошевского приступили к перекладке канализационной сети, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Железобетонная труба была уложена в 1962 году и за 60 лет полностью выработала свой ресурс. Часть работ будет проведена бестраншейным способом, что существенно сэкономит время и минимизирует неудобства для жителей. Важным этапом работ будет врезка трубы диаметром 300 мм в коллектор диаметром 500 мм. Это позволит значительно снизить нагрузку на сеть. Всего заменят участок длиной 35 метров и построят два новых колодца. Завершить перекладку планируется через две недели. Телеграм-канал Департамента образования Самары сообщает, что психологи Комплексного центра социального обслуживания населения Самарского округа Анна Стопенко и Екатерина Заславская провели для учеников 7-х и 8-х классов 154-й школы занятия по теме «Телефон доверия». Эта служба предназначена для оказания моральной поддержки подростков. Туда можно обратиться в трудный момент, когда особенно остро чувствуется одиночество, тревога за своих близких. И хотя большинство ребят были знакомы с телефоном доверия, номер которого постоянно находится на сайте школы, встреча, по их мнению, была очень интересной и полезной. Успешная социализация граждан пожилого возраста – одно из основных условий поддержания высокого качества их жизни. В Самаре для жителей пенсионного возраста проводятся занятия тренерами по общей физической подготовке, гимнастике, скандинавской ходьбе, настольному теннису. В группах активного долголетия представители серебряного возраста могут заниматься любимым делом, знакомиться друг с другом и чувствовать себя максимально комфортно в кругу единомышленников. Информация о бесплатных мероприятиях доступна на странице городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Восемь жительниц промышленного района стали победителями городской общественной акции «Женщина года-2022». В преддверии праздника «Весны и красоты» 8 марта этих прекрасных участниц наградили дипломами. В региональной акции «Женщина Самарской области» 2022 года победили военный комиссар промышленного района Елена Чернякова, директор 49-й школы Наталья Вершинина и директор 154-й школы Наталья Корнилова. Администрация промышленного района поздравляет в своем телеграм-канале лауреатов с победой и желает крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастливых моментов и новых побед. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего доброго, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok